здравствуйте дорогие друзья шаббат шалом у нас здесь в наших краях уже глубокая осень но несмотря на это еще солнышко радует нас хотя и вокруг настоящий листопад а вот цветочки еще цветут заморозки конечно обещает уже вскоре но пока пока у нас настоящая красивая осень и конечно же в сегодняшний субботний вечер я с большим удовольствием с этим солнечным осенним днем поздравляю всех вас и с большим удовольствием объявляю что наши шаббатные посиделки открываются а а а а а а и и и и и Сегодня, дорогие друзья, в наших субботних посиделках хочу представить вашему вниманию один номер из нашей программы, который я люблю особенно, и в котором я физически не принимаю участия. Сегодня я хочу несколько слов сказать о коллективе, который все эти годы, практически с начала нашего проекта, работают вместе со мной в программе «Песни еврейского местечка». Это замечательный, известный танцевальный коллектив «Русские сезоны». Это не просто мои друзья, мои соратники. Это действительно прекрасный творческий коллектив. Более того, когда-то в Израиле была интифада, и мы были приглашены на гастроли, и все творческие коллективы отменяли свои поездки в Израиль, мы договорились с импрессарио, что наши концерты все-таки должны состояться. Ведь мы называемся «Песни еврейского местечка». А значит, мы продолжатели мужества наших предков, наших замечательных предков, которые, несмотря ни на что, пронесли в своей душе как раз и достоинство, и веру, и радость, и свет субботних свечей. Но, конечно же, я не мог как-то влиять на ребят, и поэтому я только их спросил. Я собрал весь коллектив и сказал, «Дорогие друзья, там действительно сложное положение, и я не имею права кого-нибудь заставлять или даже упрашивать поехать в эту поездку в Израиль. Но вы поймите, я должен буду поехать, если даже не поедет коллектив, я буду проводить какие-то там не просто шоу, а творческие вечера, но я обязательно поеду. И если вы сочтете нужным, посоветуйтесь дома и поедете вместе со мной, я буду вам очень благодарен». И действительно, все, буквально, 100%, никто не отказался, и мы всем коллективом приехали в Израиль тогда. Конечно, когда нас провожали в аэропорту, там были родители, мужья, жены наших артистов балета, которые обращались ко мне, «Ефим, вы уж будьте внимательны, посмотрите как-то». Я говорил, что все, что будет необходимо, мы предпринимем, все будет хорошо. И действительно, когда мы приехали в пустой аэропорт в Израиле, и потом приехали в гостиницу, где нас обычно, когда большие коллективы приезжают, встречались с подносом, там стояли рюмочки с каким-то напитками или шампанскими, или каким-то вином, в этот раз нас встретили с большой коробкой противогазов и большой книгой, где каждый из нас расписался в получении этого самого противогаза. Но самое главное, именно в Натании, когда наши ребята, молодые девочки и мальчики, шли по центральной улице, буквально пройдя там квартал, вдруг услышали страшный звук взрыва, полетели стекла вокруг, буквально в квартале от них взорвали кафе. И, конечно, мне сразу позвонили, я позвонил импресарио, и тут ко мне слышу уже стучаться в гостинице, в двери, я думаю, ну все, сейчас будут плакать, проситься домой. Что вы думаете? Открылись двери, и ребята говорят, «Ефим Борисович, а концерт сегодня вечером будет?» Концерт был. И какой замечательный концерт. И таких много историй, когда эти ребята вместе со мной, несмотря ни на что, выезжают в наши гастрольные поездки. Эти ребята несут радость, и они танцуют танцы всех народов мира. Это замечательный, известный московский коллектив. Но к нашей еврейской программе от них относятся с особенной любовью. И их художественный руководитель мой друг Николай Андросов, заслуженный деятель искусств России. Его супруга хореограф, репетитор Леночка Щеглова всегда с нами. А Леночка выезжает во все поездки, и всегда проводим репетиции перед концертом. Дорогие зрители, за 3-4 часа начинается наша репетиция, где ребята, как говорится, разогревают мышцы, чтобы приготовиться к танцевальной программе. Своими танцами они сопровождают наши еврейские песни. И вот я как-то услышал мелодию, показал ее Николаю Андросову. И сказал, знаешь, Николай, было бы замечательно поставить на эту тему танец, на эту народную замечательную класморскую мелодию. Но оказалось, это не старинная мелодия, а ее написал композитор из Израиля Юрий Поволодский. Замечательный композитор, которому подвластны все жанры. От оперы, мюзикла, симфонической музыки до класморского оркестра, класморского понимания музыки. И вот то, что вы сейчас будете видеть, танец, который называется «Балагулы», это как раз на музыку замечательного композитора Юрия Поволодского. Итак, в этот субботний вечер для вас хореографическая композиция «Балагулы». Постановщик-хореограф Николай Андросов, музыка композитора Юрия Поволодского. «Балагулы». «Балагулы» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Сидят, курят сигарку, один второму говорит, слышишь, я же вчера на базаре меня останавливает какая-то женщина, видимо, к приезжей, говорит, сколько стоит проехать, отвезти ее, значит, с базара на вокзал. Ну, я, как обычно, говорю, два с полтиной, и тут она поднимает гвал. Каких два с полтиной? Это не может стоить больше двух рублей, а на вашем месте я бы вообще брала бы по рубль восемьдесят, и тогда бы у меня не было перебоя в перевозках. Я говорю, дамочка, у вас дети есть? Она говорит, есть. Я говорю, я же вас не учил, какой именно грудью кормить ваших детей. Что же вы меня постоянно учите? Вы спросите каждого в жмеринге, сколько стоит провести от вокзала до базара, или от базара до вокзала, и каждый вам скажет, что это стоит два с полтиной, и ни копеечки меньше. Так что не надо мне штопать мои бедные мозги. Она говорит, хорошо, хорошо, а если я поеду с Изей? Я говорю, с Изей, без Изи, два с полтиной и крапка. И тут она поворачивается к какому-то худореброму штемпу, видимо, ее мужу кричит, он стоит через дорогу, она ему кричит, Изя, ты слышишь? Даже посторонние люди говорят, что ты в этой жизни таки ничего не стоишь. Ну что ж, дорогие друзья, в этот субботний вечер я хочу пожелать всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И дай Бог нам всем радости, солнца и света. Шаббат, шалом, лехаим. Наливай, поднимай, о, за радость и здоровье. Поднимай, выпивай, пусть над нами светит солнце. И пусть стучат колеса, и нет у нас вопросов. Когда 7.40 мы танцуем и поем, наш поиск вновку тон надежды позовет. Всем в 40 собирайся, всем в 40 отправляйся, пусть к счастью в бою жизни нас везет.